Юлия Резник. Исключительно твой. Глава первая. Марат. «Мар, ну!» — тычет в бок Назар. Два других моих друга, Антон Дубин и Арсений Брагин, топчутся тут же. «Не могу. Потерпите еще час-полтора. Отец дает прием в честь моего тридцатилетия. Я обижу родителей, если просто так сдернусь. Мужики синхронно стонут. Здесь им скучно. Не спасает даже знаменитое кавказское гостеприимство, потому что так же сильно оно обязывает вести себя сдержанно и достойно. А мужики хотят дурить. И толку, что взрослые дядьки. «Чего хоть ждем? Я уже обожрался! Оппился!» — жалуется Антон. «Теперь главное не обоссысь!» — ржет Назар. Смотрю на эту троицу с иронией. Хочется тоже бросить что-нибудь эдакое. Скабрезное, чтобы от них не отставать. Но я в доме моих родителей. Это сдерживает. Я хорошо воспитанный мальчик. Гордость отца. «Марик. Мама. Зар Джамильевна!» — заискивающе улыбаются мужики. «Мама у меня красавица. Однажды мы чуть не сцепились с Назаром. Он ляпнул в ее адрес что-то недопустимое. Не со зла, конечно, но я закусил у дела. Все же разница культур иногда дает о себе знать, хотя в большинстве своем мы уже разобрались, что можно, а что харам. Мужики у меня понятливые. Деликатные даже, пусть порой в это сложно поверить. Кланяются, загребущих лапищ к маме не тянут, трогать чужую женщину харам». «Мальчики», — улыбается мама. «Некоторым мальчикам хорошо за 30, но против такого обращения они не возражают, только в ответ тянут губы. С тобой отец хочет поговорить». Оглядываюсь на мужиков. Те вздыхают, понимая, что продолжение праздника теперь откладывается на неопределенный срок. Мама, замечая это, улыбается шире. «Мама все про меня понимает. Мама мудрая». «Иди, потом сразу можешь уехать». Ее улыбка гаснет. «Так, с чего бы вдруг? Я должен к чему-то подготовиться? Отец сам все тебе расскажет». Пропускаю маму в приоткрытые двери. «Мам, это мужской разговор». Склоняю голову. Мама целует в лоб, мужской так мужской. «Отец». «Заходи, Марат, как ты?» «Все хорошо». Усаживаюсь напротив кресла. «Спасибо за вашу речь в начале вечера. Я тронут». Это правда. Отец был хоть и сдержан, но дал понять, что в самом деле мной гордится. Это важно. Я давно перерос те проекты, которые он мне до этого поручал, и надеюсь, что теперь, когда я проявил себя лучшим образом, мне наконец доверят семейный бизнес. Или хотя бы одно из его направлений. «Заслужил». Отец настроен добродушно. Я чуть расслабляюсь. «Ты хорошо справляешься с делами». «Спасибо. У меня перед глазами достойный пример. Как там у нас говорят? Лучше сиди там, где нет Аллаха, чем там, где нет старшего». «Не всякому чужой пример помогает. Я же могу не переживать за дело своей жизни. Это дорогого стоит. Я не подведу. И тут у меня нет сомнений. Теперь меня в гораздо большей степени волнует другое. И что же?» Отец помешивает в хрустальной армуде чай. Аромат наполняет комнату. «Моя бабушка говорила, что в доме всегда должно пахнуть уютом, чтобы гость не захотел из него уходить. Я уношусь в детство, в воспоминания. Отец тоже как будто никуда не спешит. Вместо прямого ответа на мой вопрос он заходит издали». «Зара говорит, что это все слишком на тебя давило». «Я не жалуюсь». «И не жаловался никогда, да. Но твоя мать уверена, что из-за слишком большой ответственности, которую на тебя наложило наследие, ты упустил нечто важное». «И что же?» Я пытаюсь не хмуриться, но мышцы так и сводят. «Тебе тридцать, а ты не женат». «Ну, мам, блин, что за подстава?» «Это дело не хитрое, и все же. Плохо наследство, которое некому передать». «Это ж мы теперь и о детях, так?» «Вот и как я настолько влип!» «Все хорошо же было!» «Отец, вы сейчас к чему-то конкретному клоните?» «Тебе надо жениться». «Кому надо?» «Да какого хрена вообще?» «Не на ком выкручиваюсь». «Да что ж, мы тебе не найдем невесту. У Алима две дочери, у Фариза. А у нас с ним, кстати, один проект. Отец. Хорошие, чистые девочки». «Да ну что ж такое-то? Почему мне кажется, что я в ловушке?» «И?» «Я же ни одну из них даже не знаю». «Познакомитесь. Я твою мать вообще впервые на свадьбе увидел». «И ничего, как видишь, счастлив». «Хочется спросить, не должен ли я быть благодарен за то, что я все-таки увижу невесту до свадьбы. Но хамить отцу — последнее дело. Я так не унижу. Ни его, ни себя». «Вы уже все решили, да?» «Решать это лишь тебе. Слова, слова. Я подумаю. Фариз с семьей в скором времени будет здесь. Мы могли бы устроить встречу». «Кто бы сомневался. И тогда, полагаю, никто не стал бы возражать, если бы ты возглавил проект в Беляево. Вы серьезно? Ты же знаешь, что Фариз готов туда вложиться. Он будет только рад доверить руководство своему зятю». В ушах звенит. «Не могу избавиться от ощущения, что с этим звуком захлопывается ловушка, в которую я попал». «Кстати, ты уже видел, что там происходит?» «Где?» — туплю, смаргиваю, упавшую на глаза пелену. Мне пипец как неспокойно. Эмоции душат. Но я мужчина. Эмоции — роскошь, которой я не могу себе позволить. «В Беляево. Там под снос попадает то ли древний лагерь какой-то, то ли обожаемая местными база отдыха. Люди протестуют, а нам это не надо». «Я разберусь», — пожимаю плечами. «Раз проект мой, то мне все и улаживать». «Разберись», — кивает в ответ отец. «И желательно побыстрее. Лишний шум нам не нужен». «Ну что мы все о делах? Пойдем веселиться?» «Гости, небысь, заждались дорогого именинника? Жаль, Фариз не успел к празднику». «Да твою же! Теперь ведь не слезет с этой темы. Не стоило и рассчитывать». «Выходим из кабинета. Мужики мои ошиваются тут же. Дверь не была закрыта. Вполне возможно, они слышали наш с отцом разговор. Вон как настороженно на меня пялится». Отец проходит мимо, хлопнув каждого по плечу. Он поначалу к нашей дружбе довольно настороженно, но потом оттаял. «Эти трое хоть и славятся своим умением гульнуть. В общем-то, даже это делают по уму». «И че теперь?» — спрашивает Антон, глядя в спину отцу. «Ты че теперь?» — усмехаюсь горько. «Марат!» — мои руки касаются тонкие пальчики. Оборачиваюсь. «Мама!» — «Даже если это все благодаря ей, не могу обижаться. И своего недовольства показать не могу. «Мам!» — склоняюсь. «Я не так себе это представляла», — вздыхает она. «Ну, теперь уж как есть», — пожимаю плечами. «Я даже не думала, что отец так вцепится в эту идею. Просто поделилась с ним своими опасениями на твой счет». Мужики тактично отходят чуть дальше, тем не менее грея уши. «Не знал, что у тебя есть какие-то опасения. Ты слишком зациклен на работе. В жизни есть и другие радости. Мне так жаль, что они тебя миновали». «В понимании мамы, радость — это семья. Ну, если она такая, как у них с отцом, это действительно радость. Кто ж спорит? Затык в том, что я еще не встретил той женщины, с которой у меня может быть так, как у них. И что-то мне подсказывает, с Фаридой так тоже не будет. Погуглить ее, что ли? То, что нас до сих пор свадьбы устраивают родители, не отменяет того факта, что мы живем в двадцать первом веке. Я счастлив. У меня все хорошо. Ты не обижаешься? «Мам!» — закатываю глаза. «Я хотела как лучше. Я знаю». Мама нежно ведет ладошкой по моей гладко выбритой щеке. Зажмуриваюсь. Снова наклоняюсь. Опять целует в лоб. «Я не обижаюсь. Нет, родители — это святое». Ладно, идите уже. Вижу ведь, как не терпится. Отец не расстроится? Мама качает головой. Богатые золотые серьги колышутся. Так, вблизи, конечно, на лице мамы видны тонкие морщинки. У глаз, в уголках губ. Но издали ее запросто можно принять за мою ровесницу. Говорят, мальчики ищут в жене маму. Если так, где мне найти такую красавицу? Отцу несказанно повезло. Мама уходит, обдавая меня знакомым с детства парфюмом. «Царица!» — глядит ей вслед Тоха. «Слюни!» — напоминаю я. «Да я же ничего такого!» «Именно поэтому я тебе еще не втащил. Пойдемте уже, пока я окончательно не загнался». «Да пойдем! Мы уже пару часов тебя тут умукнуть пытаемся!» Считайте, вышло. Идем хищной стаей к выходу. Изредка останавливаемся с кем-нибудь перекинуться парой слов. «Мар!» — торможу. «Лала! Ты что здесь делаешь? Мама знает?» «Тш-ш-ш! Я просто одним глазочком хотела посмотреть на гостей. Все такие красивые!» Обнимаю сестру. «Ей всего двенадцать. После моего рождения мама беременела еще несколько раз, да так и не могла выносить. Лала стала настоящим подарком современной медицины». «Ты тоже красивая!» «Ага!» — закатывает глаза. «К себе беги, пока тебя родители не спалили!» «Ладно. С днем рождения, братик!» «Антон, Назар, Арсений!» Кланяется каждому, проходя мимо моих друзей. Антон делает ей сливку, но, заметив мой взгляд, отдергивает руку. Машу, мол, норм. Она же ребенок, не девушка. Уже беспрепятственно выходим на улицу. Жарко, смрадно. Раскаленный асфальт, выхлопные газы — все прелести мегаполиса. «Ну что, в клуб?» «Только недолго. Ты же слышал, мне завтра тащиться в Беляево». «Не, не слышал. А что там?» «Какой-то пикет против сноса очередной заброшки». «Забей! Постоят, разойдутся!» «У вас все уже на мази, как я понимаю». «Все разрешения имеются». «Ну так вот, забей, говорю же. Давай лучше как следует оторвемся. У тебя это, может, последний шанс». «Не напоминай», — закрываю глаза. «Мужики нервно ржут. Заталкиваемся в машину. Открывается бар. Я пью редко и обычно немного, но тут сам Бог велел. Хочется расслабиться. Не так, чтобы потерять контроль, но чтобы не думать о предстоящем. Мужики болтают, не затыкаясь. Видимся редко, бизнес отнимает кучу времени. Болтовня отвлекает. В клубе какие-то девочки, все хорошо. Можно даже уехать с одной из них. Вон та темненькая ничего. Но все-таки не настолько хороша, чтобы я предпочел ее, а не сон. Вымотался я в последние месяцы просто невозможно. Сжег себя, стараясь угодить отцу. Еще и собственный проект начал, из которого непонятно, что выгорит. Говорить о нем нет. Попытаться самому выстроить. Как-то тесно мне было. Свои амбиции душили. Вот и начал. Тут вроде как, наконец, отец решил полностью мне довериться. Теперь хоть разорвись. Нет, спать. Извини, девочка. Прощаемся. Еду домой. Снимаю костюм, аккуратно развешиваю. Пусть ему прямая дорога в химчистку и можно было не утруждаться, привычка к порядку дает о себе знать. Проваливаюсь в сон, едва голова касается подушки. Кажется, только уснул, как телефон будет. — Чего? — не глядя на номер. — Марат Маратович, у нас ЧП. Стою резко, так что в голове кружится. — Что за ЧП? Оказывается, идиоты в Беляево решили нагнать техники, несмотря на протест. Люди решили, что заброшку тут же сносить начнут. Завязалась потасовка с местными активистами. Несколько пострадавших в больнице. А там какие-то девахи понаехали и... Так, стоп. Какие девахи? Блогерши недоделанные. Экоактивистки долбанные. В общем, такой подняли шум, что мы во всех новостях. Слишком много нелестных прилагательных. Одергиваю я и тут же добавляю. Каким боком экоактивистки к стройке? Там же никаких заповедников нет. Встаю, шлепаю в кухню. Без чашки кофе мне это не переварить. Может, от конкурентов подгон, Миш? Что СБ? Да рует, что? Вроде как стихийно все получилось. Но лучше перебдеть. Это точно. А пострадавшие там насколько серьезно? Не-не, тут не переживайте. До жести не дошло. Все равно. Помощь, деньги на лечение. Это организуй. Так не мы же их под бульдозер толкали, Марат Марадыч. Не мы. Но мы виноваты в том, что до такого вообще дошло. Приеду, будем разбираться, как так вышло. Да и вообще, не обеднеем. Сокрыли разговор. Да мы тут сами можем. Вижу я, как можете. Кмыкаю. Марат Марадыч. Я туда все равно собирался сегодня. Вас лучше не светить. СБ опасается, как бы чего не вышло. Я по-тихому приеду. Рожа моя в прессе не особо мелькала. Никто ничего не поймет. Но Марату Арзасовичу отец поручил этот проект мне. Цежу. Сейчас подъеду. Посмотрю, что там за блогерши, с которыми мои люди не могут справиться. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания.